Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас такой вот выпуск, наверное, первый, в стиле поговорить. Откуда это, в общем-то, почему я решил это сделать, да? Потому что большое количество вопросов ко мне приходит, что как поймать больше рыбы, а как прикормить. А вот конкретно я вот поеду туда-то на реку, как мне кормить, чтобы леща поймать очень много. Вот такие вопросы, которые невозможно ответить просто коротко, потому что любое изменение погоды, каких-то нюансов, оно очень серьезно влияет на все это, да? И в целом можно все перекраивать. Поэтому, скажем так, я решил поделиться просто своим, да, своей историей, как я, в общем-то, учился ловить рыбу. И потому что, действительно, все эти вопросы, они все складываются в один, да, их можно как научиться ловить рыбу, да, как уметь ловить рыбу. Я вам могу посоветовать это вести наблюдение. Вот я, когда начинал ловить и пытался разобраться, как клюет, я, честно говоря, не слушал спортсменов. Ну, начинал слушать их, не всех, конечно, да, просто знаете одно, что большинство спортсменов, когда выступают там с какие-то команды или снимают там что-то, это, в общем-то, часто ангажированные люди. Я не говорю, что это плохо, но это их заработок, да, и поэтому всегда делайте акцент на то, что если человек подписан контрактом с определенной фирмой, естественно, он будет эту фирму все-таки чуть-чуть продвигать как-то, да, ему нужно отчитаться, что он деньги эти не просто так, в общем-то, зарабатывает. Поэтому я, в общем-то, ловил спортсменами и как бы в спортсменах, да, ну, вместе там и с, ну, с ведущими спортсменами, в общем-то, мы ездили и ловили и так далее. Вот, точно так же я как бы ловлю и как вот любительская рыбалка, так называемая, да. И вот я со временем, недостаточно давно уже, пришел к тому, что в идеале нужно совмещать спортивную и любительскую рыбалку. Ну, например, в спорте на прижим практически не ловят. Основные насадки это опарыш и мотыль, как всем известно, да. Ну, вот я, например, часто ловлю на прижим леща и перелавлю бы в разы те, кто ловит на мотыля и опарыша. Потому что летом, когда вода теплая, то чаще лещ, крупный именно лещ, берет именно на прижим, на хлебный прижим, да. Хотя это не используется с успехом. Часто, допустим, принято считать, что в фидере существует, это я вам примеры просто говорю, да, в фидере существует, ну, условно, 4 оснастки таких самых популярных, да, патернос, там не симметричка, симметричка, инлайн. Вот, есть еще такая оснастка, как холикуптер интукнаутс, то есть это вертолеты, два узла, которые, в общем-то, я тоже начал пользоваться, потому что я закупил камеры посмотреть, как стоит рыба в толще воды. Я увидел, что, и сейчас тенденция, сейчас все больше и больше в эту сторону меняет, что почему-то рыба часто стоит выше дна. И на тот же патерностор поклева крайне мало, а стоит насадку выше поднять, и уже вот лещ у вас клюет. И действительно, я модернизировал, потому что мне вот в том варианте, в котором все ее знают, вертолеты, два узла, она меня, кстати, оснастка не устраивала. Я ее модернизировал, по-своему об этом снял ролик, можно посмотреть на канале, он есть. И, в общем-то, с помощью этой насадки я ловлю, и действительно, я говорю объективно, без всякого хвостовства, там, и наоборот, принижений каких-то. Я объективно перелавливаю большинство, там, подавляющее на берегу, именно за счет этого. Но и за счет просто, скажем так, наблюдений за конкретным водоемом. Вот я на всякий случай, опять же, не в плане хвостовства, а вот просто, чтобы как совет дать со своей колокольни, да, как я научился ловить, и что мне помогло именно структурировать знание, информацию в рыбалке. Вот в КПЯ, это вот мой архив, десятая часть, я вот в магазине, потому что ребята просят какую-то информацию дать по какому-то водоему, куда они едут, и, в общем-то, говорят огромное спасибо, потому что они перелавливают уже просто, зная вот по моим рецептам, что надо замешать, в какое время и так далее. То есть, это вот мои папки, десятая их часть, которую я несколько лет назад, в течение многих лет, вел наблюдения за каждым водоемом. То есть, я сейчас объясню, что я именно в них писал, но вот у меня здесь карты, вот видите, точки ловли, где я ловил, что я ловил. Вот видите, там конкретный водоем, их описание, и вот в каждом из них достаточно, видите, вот такие вот карты. То есть, в какой точке, какой панорамный вид и так далее. И вот в каждой из этой папочки, ну, файлики, да, вот если вытаскивать, видите, здесь много всего, много листов. Да, опять же, вот с наблюдениями, со всеми делами, с картами, с какими глубинами. То есть, что я хочу сказать, что я пишу сюда и какие наблюдения, да, я делал. Это те, во-первых, я, когда еду, вот на, это мой совет, как делать, чтобы научиться. Едем на незнакомый водоем, допустим, ну, ловим на два фидера. Я просто могу, там, пример, мах привести и так далее. Ну, вот, к примеру, я беру два фидера, беру двои разных прикормки, закармливаюсь абсолютно разными прикормками, разные точки на удалении друг от друга, ближе, дальше. Соответственно, для каждой точки выбираю свой рельеф. Ну, то есть, чтобы понять, где стоит рыба. Это вот мой совет, как я это начинал делать, да. Да, сейчас я уже понимаю, понимаю примерно сразу, где, куда, там, в какое время года ловить и так далее, где уже кормиться. Ну, тогда, когда я не понимал водоем, да, еще много лет назад, я делал именно так. Ну, и, соответственно, две разных прикормки, две разных дистанции. Я фиксировал у себя температуру воды и за пять дней температуру, давление, изменение погоды. Не только давление, а, там, дождь, прошел, там, то-то-то, там, пишу себе, да, вот, в течение, там, пять суток назад, и ты трое-пятеро суток вперед от этого дня рыбалки. Соответственно, глубина в месте ловли, да, зарос, не зарос водоем и так далее. Какая прикормка, как я, там, увлажнил сначала посильнее, потом добавлял я, там, сухую прикормку туда, вбрасывал в кормушку для того, чтобы был взрыв, да, ну, чтобы лифтинг повышать. Как рыба среагировала на это, соответственно, очень, какая структура дна, ил, песок и так далее. То есть, также, вот, при, могу сказать, что вот при такой рыбалке часто приходишь домой вымотанный, как будто ты фуру разгрузил. Потому что, вот, давайте, допустим, вот, просто хочется много сказать, не знаю, вот, чего зацепиться, грубо говоря, откуда что-то, инфаркт какой-то, что-то там, к чему-то хоть немножко коснуться поглубже. Ну, вот, допустим, дипы, как я применяю дипы, чтобы понять, как работает дип, да, у меня фидер, я вот, у меня, там, 20 этих дипов стоит пшикалок, да, я беру насадку, раскармливаю точку, чтобы рыбка клевала. Как правило, для экспериментов по дипам я часто езжу на те водоемы, на которых точно рыба есть. Пускай она будет мелкая в сочетании, там, со средней, ну, чтобы она была, чтобы мне понять, как отзывается рыба. Да, пшик, когда клев пошел, все, рыбка подошла, прикормка подошла, я понимаю, какая прикормка собрала рыбу, потому что вопрос прикормки еще не только ее привлечь, но и, главное, удержать. Бывают прикормки, когда вы быстро привлекаете, но рыба не стоит на точке, вы ее не можете остановить, зафиксировать. Это отдельная совсем тема для разговора, вот, поэтому, скажем так, есть составы, когда нужно сносить составы и ту же ароматику, которую будет именно фиксировать рыбу на прикормке. Я часто, например, пользуюсь, как известная меласса, допустим, да, она меняет механический состав прикормки, там, прикормочного шара, да, и если посмотреть, что происходит, а я смотрел, что происходит именно с помощью камеры всегда, то есть у меня здесь каждая в снимке еще с камер, вот, что именно происходит на дне в той или иной ситуации, вот, то есть меласса, она впитывается, как бы, входит в структуру дна и вот во все эти рытвинки, между камешками она ложится и так далее, вот, и рыбу, соответственно, удерживает, опять же, по, нет, вот один из способов, я просто говорю, да, второй способ, как, допустим, активировать клев, вот вопрос там, рыба стоит, но не клюет, вот, очень часто сейчас вопросы возникают, вот чуть-чуть не каждый второй, как активность, вот, не знаю почему, но почему-то никто не применяет такую вещь, хотя вот некоторым спортсменам сказал, они потом спасибо сказали, это, допустим, я актив, ну, я понимаю, почему в спорте это не всегда проходит, потому что там главное вес и время, ну, на время все и так далее, я вот спорт не очень люблю, поэтому, это, ну, в общем, именно рыболовный спорт, поэтому для меня это все-таки, я не хочу быть завязан на времени и на всем остальном, поэтому я, как бы, что делаю, я часто привлекаю мелочь, это один из способов расшевелить рыбу на, крупную рыбу на поклевку, я специально доставляю туда максимальное количество лифтинга и максимальное количество ароматики, которое работает именно быстро, точечно, а, как известно, ароматика сухая работает именно мгновенно и затухает, а более жидкая ароматика, она пропитывает прикормку, она работает долго, да, вот я беру сухую ароматику и беру максимальный лифтинг, то есть сухие частички, даже просто беру сухую прикормку, кидаю в увлажненную прикормку, перемешиваю сразу в кормушку и пошел закармливать темпом, то есть я, соответственно, считаю, какой темп там оптимален для подключения рыбки, так вот, ну, допустим, там раз в 30 секунд кормушка, смотрю, там 20 кормушек забросил, смотрю, другая рыбалка пошла, я там в этом же месте, допустим, в другой день ловлю, я уже делаю по-другому, через там 15 секунд, либо через минуту, либо через две, свечая это с погодой и со всем остальным, что было до по погоде, что было после, на каком дне я ловлю, какое время года, какая температура воды, исходя из этого, я уже понимаю, что здесь работает, какой темп работает, именно темп до корма, так вот, отвлекся, так вот этот лифтинг привлекает мелочь, и вот эта мелочь, она очень хорошо работает на активацию клево крупной рыбы, крупная рыба подходит, видит суету этой мелочи и начинает брать, у меня много раз такое было, и вот по поводу дипов, опять же, договорюсь, то есть у меня вот 20 дипов, я пшикаю, как я это делаю, у меня здесь тетрадка, здесь дипы, и два фидера стоят, вот я беру, пшикнул, когда клев уже разошелся, и смотрю, с одним дипом записываю себе, через сколько секунд была поклевка, любая, потяжка, неважно, просто любое касание, да, соответственно, в другой дип, опять пишу, через сколько секунд, третий и так далее, и в итоге у меня в конце рыбалки, у меня получается такая вот таблица, где написано, что из этих 20 я выбираю условно 5 дипов, которые работают максимально, после которых были поклевки, беру этих 5, потом тестирую их уже на следующей рыбалке, из 5 выбираю, какой там максимально работает, да, и, соответственно, как-то это понимаю уже от мозговую, что называется, с самой ароматикой прикормки внутри, например, на холодную погоду у меня работают холодные запахи, то есть, когда, допустим, вот у нас недавно была жара, а потом пошел на теплую погоду дождик, но холодно не настало, то есть, для меня все говорят, о, дождь, я останусь дома, а я понимаю, что это вот для определенных моих мест, это супер улов, и, в общем-то, он подтвердился, подтвердился, я еду, и я знаю, что вот по опытным путем, допустим, мало кому известная такая вот вещь, как рапс, я его молю в кофемолке и добавляю обязательно в сыром виде в уже приготовленный обязательно прикорм, чтобы ароматика была сама, не жарю, ничего, просто перемалываю, вот этот рапс, он работает, например, на ура, и мне многие спортсмены говорили просто там огромное спасибо, да, и держали это в секрет, ну, как это было лет 5-7 назад, я думаю, поэтому я им делюсь, конечно, такие секреты есть, определенных ингредиентов, да, то есть рапс, он работает именно вот прекрасно на такую вот мокрую погоду на леща, просто шикарно он работает, то есть лещ весь, и обязательно при этом, чтобы ароматика самой прикормки была холодной, холодный тропикана, анис, там вот такие запахи, скажем так, барбарисовый запах, то есть это вот оптимальные запахи, которые супер работают именно по смене погоды, когда давление падает, не надо дома сеять, когда давление падает, все там хорошо, то есть будет рыбка клевать, я гарантирую просто, да, именно, но когда, допустим, будет южный ветер, ну, к примеру, подходит циклон, дождь, у вас южные ветра, это вот я пример говорю, да, я смотрю ветерка, южные ветра, давление падает, да, морость, достаточно тепло, да, а впереди холодных ветров не предвидится, впереди на следующий день, да, или там резкого скачка какого-то не предвидится, но вот на таком падении давления, на теплую погоду, я обязательно поеду на рыбалку, я обязательно приеду с рыбой, 100%, то есть для меня это вот, я их жду даже такие дни, но это один из, да, крупный лещ днем и так далее, то есть это все совершенно другие уже вопросы, то есть которые нужно именно вот подбирать, да, смотреть, тестировать, поэтому, опять же, поводки, тот же загиб крючка, диаметр поводка, я имею в виду, их длина, на какой оснастке вы навязали поводок, если вы ловите на фидер, да, если там маховые там свои дела, свои заморочки по поводу там поднятия, да, и анимации какой-то оснастки, потому что все равно рано или поздно, кто махом человек ловит, он, если он хочет чуть глубже постичь это дело, и если ему вообще это надо, да, он переходит на штекер, потому что штекер не сможет то, так анимировать оснастку, как не может мах никогда, ну, допустим, вы на штекере можете вертикально поднять и положить, да, вы можете вот так вот ступеньку сделать, проводку провести, вы можете там как угодно подтянуть и так далее, ну, плюс еще я не говорю о том, что на штекере можно поставить такие толщины поводка, там 0,08, чуть ли не 0,06, и у вас рыба, на нее этот поводок спокойно вывести там леща крупного, или там поплавочек 0,5 грамм, да, там 0,3 грамма на штекере, на маха, естественно, вы не забросите даже, так и не сможете ничего сделать, вы можете на штекере оставить точку, ну, конкретно вот такое пятно, то есть, как я всегда учу вот на своих мастер-классах там и так далее, то есть, вы закармливаете пятно, а насадка у вас должна быть такой вишенкой на торте, чтобы она была самая привлекательная, тогда у вас это получается, то есть, тогда у вас будет тут же поклевка, вы не будете сидеть, а когда вы, допустим, некоторые берут, там карп ловит прикормка, гора туда кукурузы этой, да, и на эту же кукурузу, на это такое же зернышко ловят, естественно, в череде огромного количества зерен, ваше насадка зерно кукурузы, оно никак не выделяется, вы должны его выделить обязательно. Опять же, тот же самый опарыш, вот как раз вспомнил, по осени многие говорят, я опарыш добавил, ничего не поймал, а вы попробуйте по холодной воде ошпарить опарыша, вот вы думаете о том, что как в естественной среде вела бы в это время года при этой температуре воды эта личинка, то есть, если это холод, то явно опарыш не будет там активно шевелиться, и часто это шевеление этого опарыша активно не привлекает, а наоборот отпугивает рыбу. Если это лето, жара, вода теплая, мутная, да, тогда опарыш, он привлекает рыбу, да, но и то есть такая местная конструкция, то есть, вы можете кусочек опарыша, как я делаю, когда клев слабый очень, это вот такой кусочек, маленький краешек опарыша обрезаете, когда он, видите, у вас подсасывание, от поклевки идут, чуть-чуть взял и отпустил, взял и отпустил, вы обрежьте кусочек опарыша, самую его тонкую часть, чтобы сок оттуда выделялся, как только рыбка подошла и взяла его, ей тоже в рот тут же пойдет этот сок от опарыша, она его уже никогда не упустит, а вот необрезанного опарыша она упустит, и вы будете увидеть потяжку, либо притоп там, да, и рыба ушла, и будете думать, почему там, а что-то сделать и так далее. Но это вот одна из, да, это помимо дипов, помимо того, что можно сделать, потому что, в общем-то, безвыходных ситуаций нет, в любой ситуации можно найти вот такой выход, да, и раскормить, то есть рыбка кушает почти всегда. Я не видел никогда, что рыба вот напрочь отказывается есть всегда, вот клев, все там, как некоторые говорят, что там температура воды, все, и вот клева уже нет, до свидания там, да, и не бывает такого. То есть я не встречал такого никогда. Всегда рыба питается. Какая-то там, которая, может, наелась у вас на прикормке, точка, но она все равно стоит, значит, интерес есть, она может подстать и ждать. Кто-то там, как видеосъемки подводные видели, да, что рыбка часто стоит, ну, значит, у нее аромат привлекает, значит, она все-таки хочет, ее можно заставить чем-то что-то покушать. Потом по тактике прикормки немного вот такой вот у меня эта тактика на, ну, наверное, на канале, скажем так, да. Я кормлю много там, где судоходство, ну, вот, допустим, судоходство, канал, часто большие теплоходы ходят, все смывается, то есть кормить на этом месте прикормкой просто так, там, 3-5 шариков забросить, и теплоход прошел, этой прикормки не стало. Это касается и махалки, и фидера, естественно. Поэтому, если у меня цель наловить много рыбы, то я беру всегда два ведра прикормки, то есть у меня есть два отдельных состава. Первый состав – это порядка 30% прикормки и 70% земли, грунта тяжелого, для того, чтобы закрыть стол. То есть я, там же меласа, там же обязательно шпаренный опарыш, и там же обязательно какая-то ароматика, которая будет держать рыбу. Меласа, чтобы, сами понимаете, чтобы она вошла в структуру дна, опарыш, чтобы он тоже был там, грунт он будет сдержать все это, плюс вторая функция грунта – это муть. Когда рыба приплывает, она грунт взмучивает, и он вверх подымается. Это вкусное облако, оно очень привлекает. Поэтому функция грунта огромная, я могу видео об этом снять, там целый список того, что это дает. Помимо того, что в нем там живой компонент живет, объединение смеси прикормочной осенью, когда необходимо это, и когда у вас много леща будет, а другой будет с горой прикормки сидеть вкуснейший, сладко, и ничего не ловить. А вы с грунтом, с землей, грубо говоря, будете ловить. И та же муть, та же физическая физика самого шарок прикормочного, либо это самой прикормки, когда, ну, я имею в виду падение, распадение, когда он будет распадаться и тому подобное, как он будет связываться. Так вот, по поводу канала, да, отвлекся. То есть я накрываю стол этим составом, как я сказал, сколько кормушек, практически полведра 17-литрового я выбрасываю. У меня этот стол, то есть на котором должна задержаться рыба, и которого не сдует течением сильным, да, это, кстати, актуально на сильном течении, и не сдует, соответственно, теплоходы проходящие, или яхты какие-то, когда мы так ловим. И дальше уже сверху я беру вкусную прикормку, где уже порядка там 80-70% это прикормка сама, да, и уже остальное грунт, 30% грунта. Туда я добавляю мощную ароматику, мощнейшую ароматику, которая будет взрываться, и которая будет тут же привлекать рыбу. Туда я уже добавляю живой компонент, да, который там мотыль, опарыш уже, возможно, живой уже по времени года надо смотреть. И мотыля, опять же, надо смотреть по какая там рыба. Если там ёршик-лок, их полно, то я просто его не добавляю. То есть не надо думать, что мотыль, как некоторые там спортсмены, но не все говорят, что это просто необходимость. Нет, это не необходимость. То есть, если вы хотите вот это ловить на скорость и потом взвешивать килограммы, да, то это необходимо спортсменам. Но если вы готовы посидеть 15 минут, там 20, ничего не поймать, а потом поймать хорошую рыбу, не всегда далеко мотыль в этом способствует. Поэтому имейте это в виду. Вот поэтому я говорю, сочетание оптимальное условно-дедовских любительских способов ловли в сочетании со спортивными какими-то вкраплениями привычек спорта, да, там и тактик, и техник, и так далее. Допустим, то же темпование, что я часто делаю, это и спорта. Никто любительской рыбалки наши деды не ловили темпованием, да, и не считали секунды, как за корм кормушки делать через сколько секунд, когда рыл подойдет. Поэтому оптимальное сочетание вот этого, то есть что-то выбрасывается, а что-то применяется. Это вот моя тактика, это вот, она мне приносит успех, я в этом доволен, ничего меня здесь не собираюсь и считаю, я идеально это делаю для себя. Вот, дальше, соответственно, вторая часть прикормки, это второе ведро 17-литровое, то есть я использую два 17-литровых ведра прикормки на одну рыбалку, если мне нужно поймать много рыбы. Вот, иначе никак, тогда вы будете немного ловить, потому что для меня там много, это много, действительно. Вот, скажем так, первое пол ведра на стол, это на несколько часов у меня этот стол, и второе ведро я уже начинаю темповать. То есть я подбираю темп за корма, то есть бывает так, что рыбка подошла, и мы начинаем темповать, и ее спугиваем. Поэтому надо смотреть, какая рыба клюнула, как она клюнула, какое время года и так далее. Ну, как бы я буду статьи на эту тему писать, и в принципе в журналах есть мои статьи, в прошлых можно посмотреть. Рыбалка на Руси, рыбачьте с нами, такие статьи есть у меня там, да, они бы выходили. Ну, в принципе, и сейчас, наверное, надо посмотреть, может быть, что-то там мне просят это часто там в канале писать и так далее. Скорее всего, что-то такое буду делать, главное, что временно это было. Стая леща, там условно из 10 голов, да, 12, она сметает ваши там 10 кормушек, вот легко, за несколько минут. И уходит, если не задержать там, я к чему говорю, что прикормка должна держать. Вот часто вы видели, там 2-3 поймали рыбки, или может одну, и опять пауза в клёве. Одна-две вроде подходами, и все говорят, ой, вот косяк подошёл и ушёл. А почему он ушёл? Вы его не задержали. Ему есть стало нечего, поэтому он ушёл. Поэтому вот это первое моё пятно, мой закормочный стол, как я говорю, закорм сектора, да, из спортивной условной терминологии, то он как раз позволяет зафиксировать, задержать стаю на точке. А дальше уже вот именно кормушками, я рабочими, что называется, да, соответственно, разного объёма. То есть, если я лечь подошёл, и я ловлю на глубине, не на мелком, я применяю крупные кормушки, очень объёмные. Я его кормлю много. Да, если я не на глубине ловлю, я, естественно, буду применять к напёрстке, потому что от всплеска рыба пугается. Вот, ну и, соответственно, так дальше подбираю так, чтобы зафиксировать, остановить эту стаю. И вот этот первый стол, он помогает мне остановить стаю, пока, в общем-то, ну, большинство их не вылавливает. То есть, я ловлю одну за другой, один в поклёвку, не успел забросить второй и так далее. Ну, соответственно, вторая часть вот этого первого ведра, да, для стола, она, соответственно, через несколько часов при рыбалке, точность также накрывается, и её хватает ещё на какое-то время. Ну, соответственно, половина второго рабочего, так сказать, ведра, где другая прикормка уже с мощной ароматикой, да, и с компонентом, там, животным, если он нужен вообще здесь. Если он не нужен, я, кстати говоря, всё меньше и меньше пользуюсь животным компонентом. Не из-за того, что мотыль, там, дорогой леопарыш, но я часто их беру на насадку. Но вот в прикормку всё меньше и меньше добавляю, и я вот, вся тенденция такая, что, скорее всего, я, может быть, и не буду, там, только осенью, скорее всего, буду добавлять, либо, там, весной. А вот летом он просто не нужен. То есть, я объективно говорю, он не нужен. Вот для моей рыбалки он не нужен. Я хочу крупную рыбу, чуть пореже, не с утра, да, не каждую секунду таскать вот это для веса, да, как для спорта это нужно. Но мне нужна крупная рыба, пускай пореже. В общем-то, я это и успешно добиваюсь. Поэтому, господа, вот небольшой роличек такой вот, я не знаю, нужен он, не нужен, напишите. Не нужен, не буду больше таких вещей снимать. Либо кого интересует, вот давайте так договоримся, кстати говоря, вот кого интересует точечно какая-то тема, да, допустим, там, при какой условии, как темповать, что такое, либо земля, грунт. Для чего мы добавляем грунт? Потому что грунт бывает кротовина, суглинок, да, он бывает мелкий, крупный, он бывает там, как Торе де Сому, Сенсаса, там, Тере де Ривьер и так далее. То есть, какие-то грунты, они функцию разную несут, совершенно разную. Их ошибиться и закормить другим, допустим, там, тяжелым грунтом, суглинком, закормить настоящим водоеме осенью, и вы, или другого цвета, и вы будете без улова. Да, и вы скажете, Максим, вы сказали с грунтом, а я вот закормил, поэтому и ничего, да, оказывается, там надо было другим совсем компонентом кормить. Либо вы закормите легким грунтом, там, ну, условно, который дает муть, а вода прозрачная и так далее, и рыбка начнет пугаться этого. Поэтому, вот, смотрите, если кого-то интересует, давайте вот соберем там несколько мнений, вот, эта тема плотно осветить. Тогда я вот выделю на это, там, условно, полчаса, там, час, сколько надо, и постараюсь максимально глубоко в нее погрузиться. Если это нужно кому-то, соответственно, да, если это интересно. Я вот с этим, как бы, вот таким форматом видео сейчас первый раз выступаю, поэтому, если интересно, давайте, может быть, так. Потому что мне так говорить проще, чем писать. Ну, вот, мастер-классы меня приглашали, я проводил раньше мастер-классы, да, но вот в этом, вот сейчас просто времени нет, и там, еще личные проблемы с травмой, там, ноги у меня не позволили и так далее. Месяц выбыл полностью. В общем, вот такие, такое дело, да, покупайте Multifish, подписывайтесь, пожалуйста, на соцсети. Если хотите меня как-то отблагодарить, подпишитесь на канал YouTube, ВКонтакте, Telegram. Буду вам очень признателен. А для вас, это, соответственно, эта подписка даст бесплатные запасные части до двух штук в год, период проведения акции при покупке любого удилища, ну, практически любого удилища у нас. То есть мы эти акции проводим, проводили, надеясь, что будем проводить. Dive, Black Hole, Lucky John, Major Craft, Z-Trick Spinning. Все это мы проводили уже, люди с благодарностью получали бесплатно колено, свои хлысты и уходили довольны. И спасибо, кстати говоря, им, что они отписываются и ставят там спасибо, лайки и тому подобное. Так что всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok